Фарида, ну что ж, псевдовыборы Путина закончились, слава тебе Господи. Как подсчитала новая газета, Путин украл 31 миллион, вот я смотрю, 600 тысяч голосов, то есть более половины из числа российских избирателей, нарисовав себе 87%. Даже Александр Лукашенко себе столько не позволял рисовать. Зачем понадобилось рисовать такие цифры Путину? Ну, Путину очень важно показать свою легитимность в первую очередь, ну, вообще, в принципе, в глазах российского народа, но и, конечно, для него очень важно выглядеть легитимным президентом в глазах элит, потому что он хочет оставаться лидером, бессменным, чтобы они не видели ему никакой альтернативы, и для того, чтобы им показывать таким образом, что вот вы-то что из себя представляете особо? Вот когда вы на выборы пойдете, за вас сколько народу проголосуют? А вот за меня столько-то, видали? Поэтому я буду здесь царить, пока я буду считать это нужным. Поэтому, да, по всей видимости, фальсификации было действительно очень много, об этом писало и движение «Голос» тоже, движение, в котором состоят наблюдатели независимые. Я, в общем-то, не удивлена, этого стоило ожидать. Путин находится в довольно сложном положении, потому что, с одной стороны, вот эта ситуация на фронте, которая сложилась, она ему на руку. Фронт стоит, там определенный паритет сил, ни у одной нет достаточной силы для того, чтобы переломить ситуацию. И таким и при этом российская армия совершает, пусть небольшими, очень медленными шагами, но наступательные движения, по чуть-чуть, по чуть-чуть черепашьим шагом продвигается вперед. С другой стороны, вот эта вот затянувшаяся война вызывает очень много вопросов, в том числе у россиян, которые не то чтобы какие-то оппозиционно настроенные, да, или там сторонники либеральной мысли. Вполне себе такие средние, аполитичные россияне, которые еще до полномасштабного вторжения говорили про себя, что они вне политики, они тоже устали от этой войны. И если вы помните, в одном из запросов в ЦИОМа, вот еще к самом конце прошлого года, на вопрос, чего бы вы хотели от переизбранного президента в первую очередь, больше всего ответов, голосов набрал вариант про то, что завершение военных действий и мира. Ну, то есть там не уточнялось, естественно, на каких условиях, как это будет все выглядеть, неважно. Просто народ устал от войны. Поэтому Путин находится вот в таком довольно сложном положении. С одной стороны, война ему выгодна, это вообще смысл и цель существования его режима. С другой стороны, народ подустал. И вот ему важно показывать, что даже в этой ситуации все равно он остается лидером нации, человеком безальтернативным, за которого нужно голосовать и за которого вот так хорошо в России голосуют. Я это так вижу. Я не помню таких антиконституционных и античеловечных выборов в России за всю ее современность, да, за последние 30 с небольшим лет. Вот меня поразила больше всего история, когда мужику в Иркутской области, который проголосовал и поставил там в бюллетене фамилию не Путина, кого-то другого, его быстро силовики выявили и сказали, что ему отрежут палец. Вот если посмотреть на все вот эти самые такие, ну что ли, громкие, да, скандальные моменты, которые происходили за эти несколько дней избирательных, какие вам наиболее запомнились по своему кощунству? Ой, ну я не знаю. Я специально, конечно, не отслеживала что-то такое вопиющее, но я, например, помню картинку, как люди голосуют в своих кабинках, подходит какой-то силовик, раздвигает эти, значит, занавески и что-то там у них проверяет. Но самая вопиющая картинка, это для меня была картинка голосования на оккупированных территориях. В Северодонецке, значит, к бабушке прямо пришли домой члены избирательной комиссии Сурной, там была женщина, по всей видимости, член УИК, которая вот рассказывала бабушке, как нужно что заполнить, опустить бюллетень, и прямо около нее стоял вооруженный просто до зубов, с головы до ног российский военнослужащий, естественно, в балаклаве, с закрытым лицом, с то ли там, я не помню, с калашом или с винтовкой, которую он, видимо, разрядит ей в голову в том случае, если она проголосует не так. Ну то есть это просто, конечно, трэш неимоверный. Да, я такого не припомню. Даже в том же самом Севастополе или вообще в Крыму в 2014 году, который, как мы знаем, был аннексирован Российской Федерации, несмотря на то, что, да, там присутствовали так называемые, там нет и зеленые человечки, вот такой картинки я не припомню 9 лет назад. Вот настолько откровенный, настолько бесстыдный, настолько попирающий элементарные правовые нормы. Вот меня поразила еще председатель Центра избиркома России Элла Памфилова, которая сказала, что люди в оккупированной Авдеевке только того и ждали, чтобы проголосовать за Путина. Вот это единственное, чего они хотели. И вот когда я это посмотрел, я хотел вас спросить, вот куда бы вы, если могли бы, отправили Эллу Александровну, можно в любое место, существующее, несуществующее, надземное и подземное. И чем бы вы ее наградили, условно, если бы вы были Путиным? Ну, в самом идеальном варианте я бы, конечно, отправила Эллу Александровну в Гаагу вместе с ее начальником, потому что она, безусловно, занимая очень высокий пост в иерархии российских чиновников и окружения путинского, заслуживает того, чтобы быть судимой, приговоренной к какому-то реальному тюремному сроку за все то, что она сделала для поддержания, для стабильности путинского режима. Систематически, самым наглым образом, фальсифицируя всякие выборы, которые каждый раз проходят в России. Но так как в обозримой перспективе, к сожалению, такого варианта я не наблюдаю, например, я ее могу просто отправить на три буквы от себя лично, со всеми ее, там, этими словами. По курсу российского русского военного корабля. Да, 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 вот вслед за ним, потому что мы же все понимаем, каким образом могло бы происходить голосование в Авдеевке. То есть даже если предположить, что действительно существует такой видеоряд, где я просто не видела этих кадров, может быть, они действительно где-то есть, где человек говорит о том, что вот он так ждал здесь российские войска, и вот вся его мечта главной его жизни за Путина проголосовать, чтобы здесь русский мир был и никуда отсюда не уходил. Мы прекрасно понимаем, каким образом людей вынуждают произносить такие слова. Людей, которые остаются вот в этих вот оккупированных городах, разрушаемых российской армией до основания, которые почему-то не хотят оттуда уезжать. Для меня это большая загадка, но это вопрос, наверное, больше все-таки к психологам каким-то, потому что есть люди, которые объясняют вот такой феномен, вот такие парадоксальные случаи, когда люди до последнего остаются в своих домах, квартирах, цепляясь за какую-то свою прежнюю жизнь, не принимая решения, никуда не двигаться. Но совершенно понятно, что доверия таким словам, произнесенным под дулами автоматов, нет никакого. И ссылаться на них, член Центральной избирательной комиссии, которая должна строжайшим образом следить и контролировать, и ратовать за то, чтобы закон соблюдался, за то, чтобы выборы проходили честно, прозрачно, без малейшего давления со стороны власти, это, конечно, со стороны Памфилова это преступление. И доверия к таким словам людей, украинцев, которые остаются на оккупированных территориях, нет никакого. И она не может об этом не знать. А вы смотрели этот убогий концерт, посвященный десятилетию с момента аннексии Крыма и, соответственно, посвященный так называемому переизбранию Путина, шестой его очередной шестилетки, точнее? Ну, специально я не смотрела, но я видела, естественно, отрывки в телеграм-каналах. Меня поразило, наверное, две основные вещи были, которые меня поразили. Это, значит, то, как ведущая этого концерта, телеведущая Юлия Барановская, довольно популярная в России личность, призвала россиян рожать как можно больше людей, в очередной раз озвучивая такой вот один из главных нарративов российской власти, который очень необходимо пушечное мясо. С одной стороны, пушечное мясо, с другой стороны, ей необходимы новые дети для того, чтобы восполнять последствия того катастрофического демографического урона, который был нанесен России вот этим вот полномасштабным вторжением, и потом бегством из России большого количества мужчин после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, а убежал, как вы понимаете, как раз самый такой очень качественный, скажем так, демографический материал, я не знаю, как это назвать. То есть молодые мужчины, мужчины среднего возраста, хорошо зарабатывающие, с высшим образованием, имеющие многие семьи уже, или готовые создать семьи. То есть это самый лучший такой репродуктивный возраст, бежал из России. Вот, теперь, значит, российской власти нужно восполнять вот этот вот пробел, этот урон, и поэтому Барановская вот так беззастенчиво абсолютно открытым текстом призвала россиян плодиться и размножаться во благо Отечества и фюрера. И второй вариант, второй момент, который, конечно, так неприятно меня каленул, ну, тут на самом деле все, не подберешь даже правильный глагол, ну, скажем, ну, вызвал какое-то такое, я не знаю, содрогание. Это то, как, значит, Путин со всеми его оппонентами по выборам, с людьми, которые вроде бы были его противниками, да, вместе пел гимн Российской Федерации. Ну, во-первых, тут надо еще отметить очень важный момент, то, что и Слуцкий, и Харитонов, и Дованков пришли к Путину в Кремль. И он с ними... И он, да, он там с ними пообщался, понимаете, он с ними пообщался, не как их политический оппонент, да, которому они, в принципе, если они действительно ему оппонируют и критикуют его, и не согласны с его линией, и хотят построить какую-то другую Россию, предложить какой-то альтернативный вариант, они, в принципе, не должны принимать такое приглашение и идти туда к нему на поклон. Но при этом их еще и вид, с которым они там сидели, да, вот этот вот вид побитых собак, покорных слуг, рабов, крепостных, и он, значит, как царь-батюшка, сидя вот на другой стороне стола вот этого овального, таким вот с нисходительным тоном, как барин, видно, как старший в этой компании, значит, отпускает какие-то реплики, да, особенно доставлял, конечно, вид Дованкова, так называемого... Ну вот я хочу вас о нем спросить, потому что... Да, антивоенного кандидата, да. На самом деле, да, он представлял из себя так называемого антивоенного кандидата. И огромное количество людей, таких, как, например, Максим Кац, агитировали и говорили, смотрите, вы выходите на акцию «Полдень против Путина» и ставьте галочку напротив, если идете голосовать в посольство или в консульство, ставьте галочку напротив Дованкова. Я правильно понимаю, что это была огромная на самом деле профанация и провокация со стороны даже того же Кремля, который по большому-то счету и испортил, да, эту акцию «Полдень против Путина», потому что, ну, Дованков вышел, он, во-первых, пришел на эту встречу с Путиным и поддержал войну против Украины, никакой антивоенщины не было, и сказал, что только Путин может победить. Во-вторых, он потом пошел на эту сцену под Кремлем и заявил, что благодарен Путину за оккупацию, за аннексию Крыма. Вот как это все понимать? Подставок? Ну, смотрите, я не думаю, что здесь КАЦ и те люди, которые также агитировали голосовать за Дованкова, они, во-первых, не понимали, что он антивоенный кандидат весьма условно и только в той ситуации, которая сложилась непосредственно перед выборами, когда сначала отказали в регистрации кандидатом Дарьи Дунцовой, ой, не Дарьи, Екатерине Дунцовой, а потом отказались, ЦИК отказался регистрировать Бориса Надеждина. Мы же все понимаем, что и Дунцова, и Надеждин, но Надеждин даже в большей степени, Дунцова, на мой взгляд, выглядит гораздо смелее этих мужиков и гораздо честнее их. Это тоже были очень условные антивоенные кандидаты, которые не могли говорить что-то в полный рост и в той мере, в которой нужно было говорить на тот момент. И понятно, почему, потому что если бы они определенные вещи назвали своими именами, то их бы посадили бы, это тут к бабке не ходи. Поэтому я не думаю, что КАЦ и Сотоварищи не понимали, кто такой Дованков. У них все-таки был посыл, я не хочу их сейчас защищать, но я так рассуждаю просто. Вот вы пригласили меня к этому рассуждению. Я думаю, что это просто было абсолютно протестное голосование из противоречия, призыв к такому голосованию. Вот голосуйте за Дованкова, потому что все равно понятно, что эти выборы полнейшая профанация, но просто показать, сколько против Путина. Вот мы сейчас давайте все голоса на него свалим и увидим. И действительно, допустим, в той же Праге, где я живу, больше 60% пришедших на выборы и тех, кто успели проголосовать в единственный отведенный для этого день для голосования на территории Чехии в российском посольстве, это была пятница, 15 марта, 60 с лишним процентов отдали свои голоса за Дованкова. Ну, понятно абсолютно, не потому, что он им очень нравится, а просто вот из чувства протеста, чтобы не Путин с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот не совсем вот эти вот уже старые хрычи, да, типа Слуцкого и Харитонова, но в то же время, чтобы продемонстрировать, что я против, ну, вот такой вид протестного голосования. Что касается моей личной позиции, то я ее не поддерживаю. Я не хотела и была сразу против голосования за Дованкова, открыто об этом говорила. Я была за вариант порчи бюллетеня. Если бы до меня дошла очередь, вот я отстояла в этой очереди два часа, но посольство закрылось, я просто не успела пройти на его территорию и принять участие в этом голосовании, я бы испортила бюллетень тем или иным способом. Вот, потому что, ну, как-то мне в то же время не по себе от мысли, что, например, мой голос, как голос непроголосовавшего, будет использован за Владимира Владимировича. А как вы относитесь к такой вот идее, которую некоторые выдвигают, в том числе и с числа оппозиционеров, российских эмигрантов, они говорят, что, смотрите, на самом деле это была такая помощь Кремлю и огромное количество людей даже не поняли, что эта акция «Подин против Путина» используется в том числе для того, чтобы нарисовать явку. Да они бы и так нарисовали явку, Александр, я понимаю эти мысли, я слышала эту теорию. Они бы и так нарисовали явку. Вы вот, вы хотите сказать, что они бы не нарисовали там явку 78% или сколько они там, 74%? Я у вас спрашиваю, мне интересно. Да, конечно, они бы нарисовали ее, понимаете, вот если исходить из такой логики, то она тоже бессмысленна. Они нарисуют, вот они нарисовали вот эти голоса Путину, да, что он победил с 87% хотя вот мы начали разговор с того, что 30 миллионов голосов в его пользу были доброшены просто тупо. Мы с этого начали разговор. Также они бы нарисовали явку. Да, возможно, эту явку вот наша либеральная общественность сделала, особенно либеральная общественность за рубежом. Вы все видели, какие огромные очереди стояли к российским депрессиям. Но даже если бы они не стояли, там была бы такая же цифра явки, 74%. Но все-таки я понимаю ваши мысли, Александр, я понимаю ваш скепсис и вообще отношение украинцев к этой акции. Я все прекрасно понимаю. Вы мне можете это лишний раз не говорить. Но я хочу сказать, что в затравленном тоталитарном российском обществе, где подавлены любые формы протеста, где любой человек, который осмеливается хоть что-то возражать этому режиму и очень сильно рискует, не осталось практически никаких способов для того, чтобы говорить «нет» Путину и его приспешникам, кроме вот таких вот мирных, тихих акций, безобидных, но в то же время очень, скажем так, впечатляющих просто даже по картинке. Потому что мы видели насколько вот это вот чувство солидарности огромного количества россиян, ощущение солидаризации российского общества, даже вот такого, разбросанного теперь по всему миру, рассеянного, переживающего какую-то рефлексию, какие-то тяготы эмигрантской жизни, там, я не знаю, находящегося внутри России, под страшным прессингом и, безусловно, страдающего от этого. Вот эта вот картинка солидарности, она вот для нас дорогого стоит на самом деле. Это трудно, может быть, объяснить, понимаете. Я хочу вас на самом деле спросить об этой акции вот в каком ключе «Полдень против Путина». Когда Путин выходил на сцену, вот за несколько дней, как он должен был выйти на эту сцену подле Кремля, сформировались список вещей, и не только вещей, всего того, чего нельзя проносить даже вот на территорию возле этой сцены. И среди этих вещей самокаты, животные, яйца, майонез, кетчуп. И меня больше всего заинтересовало древки от флага. Почему, как вы считаете, Путин так боится этого кола? Он что, вампир? Поэтому он боится полдня против Путина? Поэтому он так много говорил во время своей итоговой пресс-конференции об этой акции. Но я бы это не воспринимала, конечно, так буквально, вот как вы сейчас пытаетесь это трактовать. Я думаю, что просто организаторы этой акции, понятно, что не сам Путин. Они просто так покумекали и подумали, что могло бы представлять там какую-то опасность для Владимира Владимировича. Это самокат выброшенный за 100 метров. А что, его можно вот так вот швырякнуть со всей силы на сцену, и оно угодит там, допустим, по какому-нибудь трафарету. Ну а что, теоретически можно это представить. Поэтому они просто подумали, ну что бы такое могло быть в руках у людей, которые собрались на эту акцию, что могло бы как-то Владимиру Владимировичу повредить. И составили список каких-то очевидных вещей, с которыми... Просто, понимаете, самокат – это такой... Ну не то, что символ Москвы. Ну вот вы не удивите москвича самокатом. Я вот не знаю, какой-то весенний сезон, но летом вся Москва на них ездит. Это очень популярный вид транспорта, очень распространенный. Поэтому вполне можно было бы теоретически представить, что кто-то бы приперся с самокатом. Такое вот... Это не то, чтобы... Это может быть дико звучит, но просто надо понимать контекст. Ну потом, вот древко от флага. Что может человек притащить? Может флаг притащить, да, под видом того, что он такой патриот, а потом возьмет и так-то швырякнет его туда. Я думаю, что здесь совершенно какая-то прозаичная была история. Просто подумали, чего не надо из того, что могло бы там быть в первую очередь. И все. То есть какого-то глубокого символизма там не ищите. Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Не забудьте подписаться на YouTube-канал Фариды Курмангалеевой, на Telegram-канал «Пражский град». Оставляйте как можно больше лайков и комментариев. Фарида, давайте поговорим немножко о серьезных вещах. Зачем Владимир Путин, как вы считаете, озвучил впервые фамилию Алексея Навального, имя и фамилию, во время этой итоговой пресс-конференции? И почему он рассказал эту историю что американцы сразу сказали, что ничего подобного не было? Ну, я думаю, что просто наконец-то он перестал его бояться. Я, кстати, написала об этом в своем Telegram-канале. Прямо так и написала. Ну, надо же, как осмелел. Невиданной храбрости человек. То есть избавился, видимо, от какого-то психологического зажима, блока. И если раньше для него была смерть подобна, произнести вот эту комбинацию букв Навальный, Алексей Навальный, то теперь он себя, видите, чувствует уже более вольготно в этом смысле. Убил Навального, и теперь не так страшно говорить его фамилию. Я здесь только такой вот вижу. Это, наверное, вопрос больше к каким-то специалистам по человеческим душам, может быть, к каким-то психотерапевтам. В принципе, по Путину плачут психотерапевты всего мира. Ну, в данном случае тоже. По поводу обмена, насколько я понимаю, из того, что я читала вот в западной прессе, все-таки обмен такой обсуждался, все-таки его ввела не американская сторона, возможность обмена обсуждалась, а немецкая сторона, Германия, там, где, собственно, Красиков, вот этот вот сотрудник российских спецслужб, убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили в центре Берлина, застрелил его в парке вот в 2018 году. И поэтому, насколько я понимаю, все-таки немецкие власти вели такой разговор, но Путин не собирался, на самом деле, Навального, конечно, менять. То есть он с самого начала знал, что он этого не допустит. И, по всей видимости, когда переговоры дошли до какой-то, ну, скажем так, ключевой поворотной точки, когда нужно было вот уже да-да, нет-нет, тогда он его решил убить. Я думаю, что, на самом деле, господи боже мой, он решил его убить уже давно, он его пытался убить в 2020 году новичком. Просто тогда Навального спасло чудо. И вот он сейчас довел задуманное до конца, когда Навальный оказался в его руках. Ну, зачем он это сказал? Ну, не знаю, захотел и сказал. Может быть, он хотел таким образом подчеркнуть, что, намекнуть на то, что Навальный, типа, сам умер. Ну, вот он же как-то так и высказался. Ну, бывает, в тюрьме умирают люди. Вот Навальный сам умер, а мы его даже поменять хотели. Может быть, вот так как-то? И сказал еще так. И у американцев же умирает. Да, давайте вспомним, кто там умирал. Я вот, кстати, честно говоря, что-то не помню, кто там из каких-то вот таких обмененных, я не знаю, там же в американских тюрьмах сидят, допустим, российские хакеры, да? И не один, которые там занимались кибератраками. Что политических оппонентов нет в американских тюрьмах. Начнем с этого, да. А если даже есть какие-то российские агенты, российские агенты, да, так в том или ином виде, я не помню тоже никакого случая для того, в случае того, чтобы такой человек умер в американской тюрьме при каких-то странных, непонятных обстоятельствах. Но в данном случае Путин, конечно, делает такой типичный пропагандистский вброс для своей аудитории, которая верит ему на слово, никакие слова перепроверять не будет, просто посмотрит телевизор и скажет, а, ну да, ну раз Владимир Владимирович сказал, значит, так оно и есть. И это вообще типичный такой прием пропаганды, вот что-то такое сказать, рассчитанное на людей, которые не пользуются дополнительными источниками информации, не прибегают к независимым источникам и так далее. Вот достаточно вот такого легкого вброса, у них там что-то в черепной коробке откладывается, потом они начинают это еще куда-то передавать своим знакомым, друзьям, близким и так далее. Вот, собственно, на такую абсолютно невзыскательную, тупую, дремучую аудиторию и был рассчитан этот вброс путинский. Прямер. Ну вот Никита Михалков, российский режиссер, заявил, что вообще Навального отравили, не отравили, точнее, он умер от прививки Pfizer, и что Юлия Навальная об этом знала, поэтому и подкрасила корни. Вот как бы вы назвали этого Никитого Михалкова? Поэтому что сделала, простите? Подкрасила корни, волос. Вот как бы вы назвали этого Никиту Михалкова и зачем он это говорит? Не, ну Никита Михалков, на мой взгляд, давным-давно уже сошел с ума, давайте говорить прямым текстом, да, это неадекватный человек, который периодически на своем канале Бесогон, который, кстати, по-моему, сейчас запрещен на Ютубе, несет подобную пургу. Он там очень подвержен каким-то конспирологическим теориям, еще во время пандемии он активно продвигал идеи о том, что Билл Гейтс с помощью вышек 5G там как-то обрабатывает, чипирует россиян и что-то такое. рассказывал, например, уже во время полномасштабного вторжения про известного преступника-рецидивиста Константина Тулинова, который погиб в Украине, да, и отзывался о нем очень тепло, говорил, что это вот, ну, из разряда наш мальчик такой геройский был, вот погиб, там большой молодец. При этом правозащитники такое про этого Тулинова подняли и предали огласки, что там, знаете, волосы на голове дыбом встают. Поэтому слушать на серьезных щах, что там говорит Михалков про прививку Пфайзер, это, видимо, какие-то отголоски вот этой пандемийной истории, я, конечно, никому не советую. Но он же о бабках, он же абсолютно циничный. Да, наверное, наверное, как бы здесь возможны варианты, ну, как бы вот такой сумасшедший, с одной стороны не совсем адекватный, с другой стороны циничный человек. Потому что я все-таки думаю, что он, ну, наверное, искренне верует в свой вот этот вот русский мир, в Владимира Владимировича, наверное, он как-то сначала приспосабливался, как настоящий такой халуй, да, а потом уже и заверил сам. Таких случаев тоже много. Вот, мне кажется, Михалков вот как раз из их числа.